Зимние фотосессии обладают особой магией. Можно выбрать фотостудию или же поступить проще, найти красивые локации в своем городе. Где в Химках сделать сказочные снимки, мы узнали у фотографа Екатерины Мельниковой. Екатерина, расскажите, где можно сделать классные зимние снимки, чтобы они создавали такое новогоднее настроение? Новогодняя съемка – это всегда обычная семейная съемка, либо парная лавстори, либо фото с детьми, либо даже для себя любимых тоже нужно иногда делать простую съемку. Если у вас семейная съемка, я все-таки очень люблю вариант простой домашней съемки. А что можно делать дома? Дома, Новый год, можно наряжать елку, можно украшать игрушками, можно вешать дождики. Екатерина, а если мы, например, не дома, а вот где-то на уличной локации, какие можно сделать классные фотографии? Мы не просто так находимся в этой локации. Мы пришли в самом центре Химок, в сквер Марии Рубцовой, потому что здесь есть прекрасное место, где нет людей и очень много заслеженных елок. Здесь я очень люблю проводить семейные фотосессии, потому что зимой можно сделать классную съемку, когда вы играете в снежки, когда вы падаете в снег, когда вы делаете снежных ангелов, когда вы греетесь с термосом, с горячим чаем угощаете, когда вы дергаете елку, и на вас сверху усыпется снег. В смысле, наверное, мы сейчас попробуем там все сделать. Пойдем? Первое правило зимней съемки – это высокая обувь, теплые варежки обязательно, шарф, шапка или вот такие классные уши, которые не позволят нам заболеть, потому что болеть нам не нужно. И обычно такая съемка идет максимум 15-20 минут, потому что мы очень быстро становимся красноносыми, потому что на улице холодно. Вот такое прекрасное место – голубая ель. Мы сделаем несколько кадров полный рост, расправляем плечики. Дальше мы сделаем крупные планы. Крупные планы смотрятся очень круто, когда мы взаимодействуем с тем, что есть у нас из одежды. Когда мы ручками касаемся наших шапок, ушек, когда мы кутаемся в наш шарф, когда мы греем себе руки. Попробуем. Пока делали портреты, Екатерина дала еще один полезный совет. Чтобы взгляд получался на снимках осознанным, можно рассматривать фотографа, детали фотоаппарата, надписи. Так мы концентрируемся и хорошо получаемся на фото. Дальше мы будем работать с перспективой. У нас вот эта красивая аллея из елок, поэтому сейчас мы будем подкидывать снег и делать много-много кадров. Поэтому мы берем большую горш снега и кидаем ее вверх перед собой. Не на себя, а перед собой. И руки тоже доводим до конца, наверх, чтобы у нас был такой красивый эффект, как будто ты вся в этом ореоле снежном стоишь. Давай попробуем. Раз, два, три. Поехали. Супер. Что еще важно? Желательно выбирать такие места, где у нас нет ярких пестрах акцентов. Главный человек на съемке – это модели, которые у нас здесь есть. Поэтому только на вас должно быть все внимание. Такая локация максимально нейтральна. У нас белые и зеленые оттенки, где очень выигрышно смотрятся люди. В сквере есть не только живописные ели, но и наряженная зеленая красавица. Пока мы шли к ней, Екатерина поделилась полезными лайфхаками. После уличной съемки мы очень тепло одеваемся, страхуемся, ставим где-то недалеко машину теплую, либо выбираем локацию, где есть какой-то торговый центр, магазин, куда можно зайти в крайнем случае погреться. С ним мы замерзли. Ну и, конечно же, чай. После продуктивной беседы мы еще сделали несколько ярких снимков около красивой елочки. Оказывается, в сквере имени Марии Рубцовой столько возможностей для создания классных фотографий. По словам Екатерины Мельниковой, главный секрет успешной фотосессии – отличное настроение. С позитивным настроем обязательно все получится. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.